доброе утро дорогие друзья хорошего всем дня вот у нас сегодня эфир из красивейшего места в иерусалиме сзади меня строится новый новый район аршмуэль архома совсем недавно здесь не было ни одного дома а сегодня здесь вот такая вот такая красота и это просто чудеса просто чудеса совсем недавно здесь были пески пустыня малярия никаких технологий и за 75 лет мы получили прекрасное государство которое строится всевышний постоянно делает нам чудеса а мы продолжаем с вами готовится к празднику шавод через 10 дней будет день дарования торы очень-очень святое время и чем больше святость тем больше необходимо подготовка это мы знаем давайте поэтому готовится во первых во первых когда мы шеробейн идет получать скрижали на гору сенай он там уже был три раза по 40 дней и вот наконец-то наконец-то он спускается с горы и у него в руках скрижали две скрижали первая скрижаль она занимается заповедями которые относятся между нами и творцом вторая скрижаль занимается заповедями которые которые занимаются отношениями между людьми и вот идет мошеробейну с горы и каждый человек который там был хочет посмотреть что же там написано хочет увидеть что же там бог нам дал какие самые главные 10 заповедей в которых зафиксированы и зашифрованы остальные 603 получает 10 на скрижале и в них находится все 613 на самом деле и когда мы пошли человек который хотел посмотреть репортеры которые стояли с камерами ждали что же там бог дал что они увидели они увидели две скрижали первая скрижаль которая занимается отношениями между человеком и всевышним на ней очень много текста первая заповедь звучит так я бог ваш который выявил вас из египта потом написано не делайте себе других богов и делают себе изображение то-то-то-то-то-то-то-то огромный огромный текст из-за того что на скрижале на которых которые занимаются отношениями между человеком и богом так много текста мы понимаем что шрифт был намного намного меньше чем на 2 скрижали 2 скрижаль который занимается отношениями между людьми На ней все четко и просто. Не убей, не укради, не возживай чужого. Очень-очень мало текста. И из-за того, что так мало текста, буквы были значительно больше, чем на той скрижале, которая занимается отношениями с Богом. Почему так? А потому что Всевышний сразу тебе говорит. Человек, если ты думаешь, что мне важнее отношения твои со мной, говорит Всевышний, ты не прав. Мне важнее отношения, которые между вами, людьми. И поэтому на скрижале крупно было написано «Не убей, не укради, не возживай». И когда человек издалека смотрел, что же там Мошера Вейну получил, первым делом он видел, что у Всевышнего в приоритете заповеди между людьми. Не убей, не укради, никого нельзя обижать, всем нужно помогать. И это важнейшее правило, которое мы должны с вами усвоить перед Днем Дарования Торы. Что самое главное – это заповеди между людьми. Самое главное – любить своего ближнего и, не дай Бог, не делать никогда того, чего ты сам не хочешь, чтобы делали тебе. Это первое важнейшее правило, которое мы получили, как только Мошера Вейну только спустился со скрижалями. Также мы знаем, очень-очень интересно, вот на эту тему отношений между людьми, что есть такая птица, называется цапля. Цапля, она абсолютно не кошерная в пищу, ее нельзя кушать никому. Но парадокс заключается в том, что цапля на иврите – это хасида, праведница, благочестивая. Так почему же птица, которую нельзя кушать, которая запрещена в пищу, у нее есть такое название, светлое название – праведная птица. Почему? Потому что эта птица помогает, она очень любит помогать. Но что, она помогает только своим, в своем собственном гнезде, только своим родственникам и друзьям. И поэтому она называется хасида, потому что в отличие от других птиц, она любит и умеет помогать. Почему же она тогда не кошерная в пищу? Потому что она помогает только своим. Тот, кого я знаю, я ему помогаю. Тот, кто мой родственник, я ему помогу. Поэтому эта птица запрещена в пище. Тора говорит, надо помогать всем. И специально Всевышний создал нас такими разными. Мы из разных стран, разные там национальности. Но именно поэтому, чтобы было тяжелее помогать. У нас, как бы, естественно, помогать своему, своему другу или человеку с такими же взглядами, как у тебя. Это все понятно. Но Бог ценит, когда мы помогаем даже тем, кто не такие, как мы. И нельзя уподобляться цапле, которая помогает только своим. И поэтому цапля не кошерная. Мы обязаны думать о других. И, как мы уже сказали, скрижаль, которая занимается заповедями между людьми, она основная. И Всевышний отдает приоритет служению людям, чем служению ему. Помогать ближнему – это важнее. Это первое правило. Дальше. Мы с вами в Шавуот будем читать свиток Руд. Мы будем читать про вначале большую-большую трагедию, как умирает семья Эли Мелеха. Он был очень-очень сверхбогатый человек. Когда начинается голод в Израиле, он уходит в другую страну. И из-за этого Всевышний его наказал. Погибает он и два его сына. Почему они погибают? Потому что когда голод, а у тебя есть такие ресурсы, иди спасать людей. Он покинул страну, поэтому Всевышний его наказал. И вот одна из жен его сыновей Руд, она решила помогать своей свекрови Науми. Был вот этот богач Эли Мелех, было у него два сына. Один из сыновей женился на Руд, и все мужчины в семье погибают. Руд решила помогать своей свекрови Науми. Науми решила вернуться в Израиль в тотальной-тотальной нищете. А Руд, которая была княгиня Моавская, она была очень-очень богатой, из богатой семьи, в другой стране Моав. Она говорит, я не могу сейчас вернуться к своим родным после смерти мужа. Я пойду помогать своей свекрови Науми. И Руд пошла в Израиль в тотальной нищете помогать своей пожилой свекрови. Она не пошла искать себе нового мужа, она не пошла к своей семье. Вот это невероятное самопожертвование, которое осуществила Руд, невероятная праведность. Именно поэтому мы читаем свиток Руд по одному из мнений в Шавуот, чтобы мы себе зарубили на носу, что очень важно помогать другим. И если сегодня, в день Шавуота, ты ходишь принять на себя Тору, посмотри свиток Руд. Посмотри, что такое бескорыстное самопожертвование. Посмотри, насколько Руд помогала своей свекрови. После смерти мужей и после всего остального она ее не бросила и пошла ей помогать в Израиле, когда было очень сложное экономическое положение, а не пошла к себе домой в Моав. Именно поэтому мы в Шавуот читаем свиток Руд еще раз подчеркнуть, что очень важно помогать. И не быть как цапля, которая помогает только своим, а помогать всем, всем, всем максимально, насколько мы можем. Давайте двигаться дальше. На горе Шинай мы сказали удивительную фразу. Мы сказали Всевышний, ты знаешь, мы будем делать все, что ты нам прикажешь. И стараться постигать, почему это запрещено, почему это разрешено. На АСЕ будем мы делать все, венишма. А потом мы будем понимать, будем изучать и стараться постигать, насколько мы можем, почему есть такой запрет, почему есть такая заповедь и так далее. Но в начале Всевышний мы вслепую подписываем с тобой долгосрочный контракт. Дорогие друзья, каким образом кто-то может подписывать какой-то договор с кем-то, не зная, что будет написано в договоре? Ну как так можно делать? А это было самое правильное действие. Когда Всевышний предлагает тебе договор, когда Всевышний, твой отец, говорит, смотри, мои любимые дети, я хочу, чтобы вы жили, чтобы вам было хорошо. В таком случае нужно, говорит, Всевышний, мы не хотим смотреть, что написано в контракте. Мы готовы на все. И это сказали евреи на горе Синай. На АСЕ мы все-все-все принимаем на себя. Потом будем стараться понять, чтобы лучше исполнять. Стараться постигнуть твои законы. Но в начале знай, мы полагаемся на тебя на 100%. Удивительная фраза, которую сказали евреи на горе Синай. Мы на все готовы, мы вслепую с тобой подписываем контракт, потому что ты наш отец. Мы же знаем с вами, что когда мы читаем Шма Исраэль, Шма Исраэль это декларация отношений между людьми и Творцом. Мы говорим, Всевышний, ты творец мироздания. Все, что у нас есть, небо и солнце, деревья, это все ты создал. Когда мы читаем вот эту декларацию, мы должны закрыть себе глаза. Почему мы закрываем рукой глаза? А потому что мы говорим Всевышним, мы не хотим верить своим глазам, которые тебя не видят в открытую. Мы закрываем глаза и мы включаем сердце и душу. И мы говорим, мы в тебя верим. Мы знаем, что ты творец. Мы не хотим поддаваться ошибке, на которую нас толкают наши глаза, которые тебя не видят. Мы закрываем глаза и подобно нашим отцам, которые были на горе Синай и сказали эту фразу, будем мы делать, мы принимаем на тебя, мы принимаем на себя ярмо небес. Мы тебе хотим служить. И это то, что сказали евреи на горе Синай, на асе ва нишма. И к этому мы должны быть тоже готовы. Мы должны закрыть глаза и сказать Всевышний, мы подписываем с тобой любые договора. Мы готовы на все. Мы тебе доверяем, мы тебя любим и мы знаем, что ты нам поможешь. Также мы всегда, ежегодно, перед дарованием Торы, мы читаем недельную главу Бамидбар. Что написано в недельной главе Бамидбар? Написано в недельной главе Бамидбар, как евреи были в пустыне. Мы шли по пустыне и мы-то находили 40 лет. Почему всегда перед дарованием Торы мы читаем про пустыню? Почему? Потому что здесь мудрецы хотели, чтобы мы увидели потрясающую вещь. Пустыня, по ней идут миллионы путников ежегодно. И пустыня молчит. Пустыня всем разрешает по себе ходить и себя топтать. Она никого не выгоняет. Вот эта вот аллегория, что пустыня, она молча разрешает по себе ходить, Мы должны также для себя в нашей жизни тоже это применять. Нас часто обижают. И зачастую это близкие люди. Мы должны уметь прощать. И это очень важно. Перед дарованием Торы нам сразу мудрецы иллюстрируют пустыню. Будь как пустыня. Иногда нужно уметь промолчать. Пустыня всегда молчит. И ее топчат. И ей никто не говорит привет. Никто не оплачивает путешествие по пустыне, самой пустыне. И человек должен также уметь иногда себя вести в жизни, быть как пустыня. Вот эту вот аллегорию нам показали специально. И вот недельную главу Бамидбар, когда мы читаем про нахожение в пустыне, мы всегда это читаем перед праздником Шабот, чтобы вот это вот впитать в себя. Умей прощать. Умей промолчать. И напоследок я вам хочу сказать, что мы уже все были на горе Синай. Все души там находились. Все уже когда-то говорили, будем мы делать и будем мы постигать. Сказано, что когда мы находимся в утробе матери 9 месяцев, у каждого есть специальный ангел, который нас обучает Торе. Мы уже все это проходили. Мы уже принимали на себя Тору. Все уже находится внутри нас. Нету никаких отговорок. Ни один не может сказать, я не могу быть с Богом на настоящем правильном контакте. Я не могу соблюдать Тору. Никто такого не может сказать. Мы уже все на себя это приняли. Мы уже все учили всю Тору. Все уже находится внутри нас. Нужно максимально-максимально готовиться. И у нас получится провести праздник Шивот с максимальной пользой для нас. Итак, сегодня мы с вами говорили про то, что самое главное это отношение между людьми. Не быть как тапля, а быть как рут. Рут оставила все, чтобы помочь на уме. Также мы с вами говорили про этот элемент, что иногда нужно закрыть глаза и не верить своим глазам. Мы не видим божественное вмешательство на каждом шагу. Глаза нас путают. Нужно уметь закрывать глаза и включать веру, включать наше сердце. И мы сказали, что все уже внутри нас. Мы сможем, мы должны. И это самое прекрасное служить Богу. Я всех поздравляю с праздником Шивот. Спасибо огромное, что пришли на сегодняшний эфир. Спасибо вам большое. Всем хорошего дня. Хак Шивот. Самех. Спасибо.